Архимандрит Иоанн Крестьянкин Жизнь наша теперешняя настоятельно требует, чтобы мы все очень внимательно относились к своей душе. Ведь порой и даже часто перестаем понимать, где свет, где тьма, где жизнь, а где смерть. И самой большой победой темной силы, без сомнения, надо признать то, что многими поколениями людей она внушила, будто ее совсем нет. Но до некоторого времени, пока духовное зрение людей еще не было совершенно помрачено, дьявол действовал осторожно, силой внушения. Теперь же в наше время, когда наша беспечность и духовный сон обнажили нас от покрова Божьей благодати, от силы духа, дьявол встает перед нами во всем своем злобном обличии. Он выступает как живая, ощутимая, действенная сила. И сила эта лютая. Господь в свое время возвестил всем живущим и верующим на земле Слово Его и должное настораживать и призывать к особенной бдительности Слово Свое. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Нам с вами, дорогие мои, надо пристально всматриваться во все происходящее вокруг нас и лично с нами события. Надо знать свое сердце, ибо невнимание и незнание не оправдают нас в день страшного суда, который неотвратимо приближается к земле. Без труда и борьбы и бескрестных страданий, воспринятые без жизни, христианство только по имени, а значит и без Бога, и явит различные обольщения в видениях и откровениях. Дьявол будет руководить своей жертвой внутренними голосами, а у кого-то заполнит ум, пленит сердце хульными образами и словами. И горе, если человек невежда в вере, и если он снова не ринется за помощью к Богу, готовому помочь даже и изменнику. И надо нам с вами всем помнить, что в душе светлой и чистой даже одна какая-нибудь брошенная от дьявола мысль в тот час произведет смущение, тяжесть и сердечную боль. В душе же, омраченной грехом, еще темной и оскверненной, даже само присутствие вражия будет неприметно. И этой неприметности помогает сам дух слова, ибо она ему, конечно, выгодна. Он тирански, властвуя над грешником, старается держать его в обольщении, убеждая, что человек действует сам собой, или внушая, будто ангел, светлый образ которого принял лукавый, уже почтил жизнь этого человека своим явлением. Обольщенный, как мотылек, летит на призрачный свет бесовского видения или откровения, которое смертельно опалит его душу. Он желал чуда, искал откровения, и оно явилось. А у человека даже и мысли не возникает о своей во грехе прожитой жизни, которая уже стеной стала между ним и Богом. Сколько еще надо трудиться, чтобы эту стену разбить, чтобы увидеть свет истины. Но трудно обмануть истинно верующих, смирение и страх Божий предостерегут, а Дух Святой, охраняющий их, откроет им правду и наставит на всякую истину. Да и знают они со слов самого Спасителя Христа, что должно прийти с соблазном, и остерегаются этих соблазнов. Уже теперь мы слышим и читаем в периодической печати о всяких явлениях, знамениях, то на небе, то на земле, светящихся летающих объектах, о добреньких инопланетянинах, о барабашках, которые вторгаются в жизнь наших современников, навязывая их определенными нормами жизни и поведения, уже не в помыслах, но зримо делом, творя мнимые чудеса, приучая соблазнившихся к полному послушанию себе. И никого не смущает наплыв, ни у кого не возникает мысли, а откуда же они, почему пришли и где же они были раньше. Но даже если бы кто-то все эти явления в этой же печати назвал своим именем, сказал, что это разгуливающиеся, разыгравшиеся с омраченным, обезбоженным миром бесы, у читателей все равно не было бы уже способности осмыслить и понять, что же несут в себе эти явления и игры. А новые, открывшиеся в последнее время способности целительства духовным прозрением, ясновидением и прозорливостью у многих, очень многих людей всякого возраста с разным образованием. От юноши с грехом пополам до преподавателя вуза, от тетушки-домохозяйки до дамы, образованной во всех отношениях. Поразительно, что большинство из них, не обремененные никакими знаниями, воспринимает открытие как дар неба. Дар-то дар, но от кого и зачем? Что может принести он врачу и больному? Врачу он принесет бесовскую гордыню, а доверившемуся ему пациенту нарушение всех душевных и духовных сил одержимость. Но это будет потом, а пока все хотят быть здоровыми любой ценой. И это снова богоборчество. Христианин истинный, а не по имени только и моде, непременно вспомнит, в связи со всеми этими явлениями, как поступили святые апостолы, встретив девицу, имеющую духа прорицательного и доставляющего тем доход своим господам. Вспомнят верующий и отбегут от духа лестно, а остальные сами погрузятся в губительный обман и повлекут за собой многих. Все это, дорогие мои знамения времени. Все это значит, что христианство как дух неприметным образом для суетящейся, служащейся миру толпы удаляется из среды человеческой, оставляя мир на окончательное падение. И у всех живущих на земле возникает в наше время предоощущение грядущей катастрофы. Но человечество, томимое тяжелым предчувствием, не хочет остановиться, не хочет задуматься, не хочет понять, что же с ним происходит. Дьявольские силы поработили ум и сердце живущих грехом, который согнул и исказил человека настолько, что он перестал уже видеть самого Бога. Он уже не может выпрямиться, чтобы ум его осиял свет божественной истины, и тьма исчезла. Так вот, дорогие мои, научимся же понимать и беречь добро души своей. Будем сторожить входы в свою душу. Научимся видеть себя, тогда мы обнаружим все дела, все козни дьявола внутри и вокруг нас. Так помолимся, чтобы дал нам Господь бодрый ум, трезвую совесть, открыл духовное зрение. И главное, никогда не будем забывать об исконном враге, воюющем народ человеческий. И помни, что сила борителя крепка, а наша сила немощна. Смиренно припадем, несомненно, верой к тому, чья сила сильнее всякой другой. Господи, имя Тебе – сила. Подкрепи же нас всех изнемогающих и падающих. Аминь. Из наставления Архимандрита Иоанна Крестьянкина по книге «Три старца». Субтитры создавал DimaTorzok